Здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте, уважаемые гости канала. Сегодня я хочу рассказать об одной из самых интересных операций, проведенной в годы Великой Отечественной войны, которую несправедливо обходит стороной средства массовой информации. А зря. Речь пойдет о втором этапе контрнаступления под Москвой. Ну а основной акцент сделаем на Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. К этому времени в ходе декабрьского наступления советские части отбросили врага от Калинина к Ржеву, после чего ударом по сходящимся Западный и Калининский фронт, соответственно Жукова и Конева, собирались окружить группу армий «Центр», встретившись с Вязьми. Стоит добавить, что Красная Армия не имела численного и технического превосходства над врагом. Тем не менее, 8 января 1942 года наступление началось, главная цель которого был перехват дорог. И поначалу все шло успешно. Перешедшие в атаку части 39-й армии прорвали фронт, устремившись к Вязьме, охватывая противника. Шедшая следом за ней 29-я армия закрепляла успех. И это было тревожным сигналом для командующего группы армий «Центр» Клюге. Тем более, что вскоре был окружен немецкий гарнизон Валенина. Но вот удар Западного фронта, последовав 60 января 1942 года, не был столь стремительным. Хотя и в этом районе удалось достичь значительных успехов. Но они были недостаточными для оформления грандиозного котла. К Вязьме подошли только кавалеристы Белова. 16 января 1942 года Гитлер назначает командующим 9-й армии модуля и разрешает ему совершить отход на подготовленный рубеж обороны. При этом было высвобождено две дивизии. Теперь немцы уже наносят деблокирующий удар по Ленина и пробивают коридор, нарушив при этом снабжение наших 39-й и 29-й армии. После чего, получив подкрепление, немцы окружают 29-ю армию в конце января 1942 года, часть которой прорвется к своим только в конце зимы. Но это все будет позже, а 26 января Калининский фронт снова наступает. Но частям 33-й армии не удается значительно продвинуться к Вязьме. У врага все еще остается коридор шириной 10 километров. А после немецкого контрудара, части 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса оказываются отрезанными от основных сил. Попытки деблокировать окруженцев не увенчались успехом. Не хватало каких-то двух километров. Часть войск все же пробьется к своим, но это будет только в июне и не в большом количестве. Тем не менее, в конце марта наши войска еще раз пытаются наступать для соединения с окруженцами в районе Вязьмы и замыкания котла. Но враг отбивает все эти попытки и во второй половине апреля Красная Армия переходит к обороне. Так был образован знаменитый Ржевский выступ. В ходе этой операции у Красной Армии были шансы на успех, но враг был еще силен и опасен. Тем не менее, маятник истории в этой ситуации мог качнуться в любую сторону. Стоит добавить, что в это время немцы попали в окружение под Демянском. Около 95 тысяч человек. Но этот котел, к сожалению, был деблокирован. Также в окружении немцы оказались в ходе Тарапецко-Холмской операции в городе Холм. Всего около 6 тысяч. Ну и тут спустя 107 дней коридор был пробит. В ходе только Ржевско-Вяземской наступательной операции наши общие потери составили порядка 600 тысяч человек. Немецкие около 350 тысяч. Такое соотношение определяется наступательным характером Красной Армии в тяжелых зимних условиях, а также с нарядным голодом. А на этом у нас все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова